План по доходам в 2021 году превышен вдвое и составил больше 2 миллиардов рублей. Из них рекордные 818,5 миллионов получил город от приватизации муниципального имущества. Это в 10 раз превышает результат 2020-го. Даже больше – это лучший показатель десятилетия. Таковы цифры из итогового доклада руководителя Ростовского департамента имущественно-земельных отношений. Был реализован ряд объектов, которые были не реализованы в предыдущие годы. План предназначен в 2009, 2015, 2018, 2020. Также у нас были удачные торги по продаже объектов по 26-й линии. Но такой подход к подаче цифр главу администрации не устроил. Дайте слово казначейству. Она немножко подкорректируется сложный клад. Сколько от 818 миллионов останется нам в бюджете города? Ну, минус 686 миллионов. А мы? Меньше 200. То есть у нас останется от юбилейного и еще там 26-я линия, соответственно, с решением пристава. То есть все, за что продали, должны будем по полустой вернуть обратно, то, кто свое время строил. Со всеми корректировками статистика вышла гораздо скромнее и работать есть над чем. Но в целом цифры хорошие и рост доходов в бюджет есть. Среди других направлений деятельности ведомства – формирование участков подстроительства. Так, пять из них сформировали на левом берегу Дона в районе промзоны Заречная для переноса ростовского порта. В ушедшем году департамент активно принимал в муниципальную собственность недвижимое и движимое имущество. Гарантии сотрудников правоохранительных органов. В рамках развития транспорта и инфраструктуры города, а также с первого здравоохранения и образования, в 2021 году в муниципальную собственность принято 312 наименований движимого имущества. 110 автобусов, 13 станков и прессов для троллейбусных депо из собственности города Москва. 26 легковых автомобилей для медицинских учреждений, 8 автомобилей скорой помощи, медицинского оборудования. В 2021-м 93 бесхозных городских объекта стали муниципальной собственностью. В этом году вопросу бесхозного имущества стоит уделить еще больше внимания, рекомендовал Алексей Лагвиненко.